Дай почитать. Иллюстрациями Чарльза Весса. Это просто очаровательное волшебство, основанное на фольклоре. Итак, главная героиня, девочка-сорванец, добрая, сообразительная и отважная Лилиан Киндретт, сирота. Поэтому живет на ферме вместе с тетей. Кстати, ее фамилия переводится как «связанный кровным родством». С кем для этого книгу нужно дочитать до конца? Так вот, живет она недалеко от дремучего леса и мечтает о том, чтобы хоть раз встретиться со сказочными существами Ферри. Лилиан любит гулять по лесу и любоваться деревьями и живущими там дикими магическими кошками. Однажды, устав, она засыпает в лесу и во сне задевает отдыхающую змею, которая несколько раз жалит девочку за ногу. Лилиан должна умереть, но кошки не могут не прийти ей на помощь и спасают ее, превратив в маленького котенка. Потом этот котенок Лилиан снова станет девочкой, но ей предстоит пережить много трудностей, различных приключений и испытаний. Познакомиться с говорящим и прекрасным лисом, тетушкой Нэнси, настоящей бутылочной ведьмой, яблочным человеком, медвежьими людьми, но главное – это кошки. Умные, утонченные, добрые, рассудительные. Оговорюсь, что читать эту книгу могут не только дети, но и взрослые. Автор – канадец Чарльз де Линд, написавший свыше 70 произведений в жанре фэнтези. Известен русскоязычным читателям, 15 его книг переведены и изданы в России. Главный урок этой книги – будь осторожен в своих желаниях, ведь у любого поступка есть свои последствия. Финал книги поучительный и счастливый. Действительно, эта сказочная история написана в какой-то возвышенно приподнято романтической тональности, пронизанной очарованием мифа, каким-то удивительным ритмом и волшебством. А иллюстрации Чарльза Веса, художника с мировым именем, трижды лауреата Всемирной премии фэнтези не только придали тексту визуальность, но и украсили его, пространственно расширив. Сказка читается с интересом таких произведений сейчас немного, а таких, которые увлекают, дарят покой и гармонию, да еще чему-то доброму учат, совсем немного. Что ж, дорогие слушатели, волшебство нынешней осени – это кошки дремучего леса. Текст Чарльза де Линта, иллюстрации Чарльза Веса. До новых встреч! Дай почитать!